Доброе утро! Встречайте пятницу вместе с телеканалом Катунь24 в студии Елизавета Конева. Ближайшие пять минут новости. Сегодня Сергей Дугин отчитается о том, как Барнаул прожил 2018 год. Глава города расскажет о том, сколько построено и отремонтировано дорог, сколько благоустроено общественных территорий и дворов, сколько новых мест появилось в школах и детских садах. Заседание будет расширенным. Кроме депутатов в нем примут участие руководители органов власти города и края, депутаты и краевого уровня и представители общественности. И переходим к другим темам. Жители аварийного дома по улице Жданова-17 в Барнауле отказываются переселяться в новое жилье. Они считают, что оценщики недвижимости неправильно рассчитали стоимость квадратных метров и предложили за комнату сумму намного меньше среднерыночной стоимости. Кто прав – оценщики или собственники? Разобраться попыталась Полина Жданова. Собственники коммунальных комнат в доме на улице Жданова-17 переселяются из аварийного здания больше года. Говорят, сначала городские власти им пообещали дать новое жилье взамен старого, потому что у дома рухнула стена и жить в нем опасно. Потом предложили просто забрать деньги. Но, по мнению жителей, оценщик работал неправильно. Учел только квадратуру комнаты, а не общую площадь, которой владеют собственники. Получилось около 400 тысяч рублей за 10 квадратных метров. На эти деньги сложно найти более-менее приличную комнату, говорят жильцы. Вот если бы включили общую площадь, моя бы проблема все равно решилась. Я посчитала, даже если бы по 34 тысяч за квадратный метр было бы 500 тысяч, но это все-таки не 300, согласитесь? Часть собственников все-таки согласились забрать деньги. Оставшиеся отказываются переезжать до тех пор, пока им не сделают перерасчет. Но по закону формально никаких нарушений со стороны оценочной компании нет, потому что они проводили анализ аварийного дома, а он всегда стоит дешевле средней рыночной стоимости подобного жилья. Определяется рыночная стоимость аналогичного жилого помещения, но находящегося в удовлетворительном состоянии. И от этой рыночной стоимости отнимается 30-40%. И мы получаем выкупную цену уже непосредственно с учетом аварийности. Также в итоговую сумму выплаты должен входить сам переезд и затраты на риэлтора. Если в подробном отчете оценки не учтены все эти пункты, можно обратиться в администрацию города или суд и произвести повторную оценку. Но нужно помнить, что стоимость комнаты в аварийном состоянии, и, например, в новостройке, все равно будут значительно отличаться. Это зависит от многих факторов, например, в каком районе расположен дом. При оценке, несмотря на то, что квартира аварийная, считать ее, оценивать как аварийную, мы не можем. Мы можем ее оценивать именно в состоянии, только пригодном для проживания. Но учитывать должны, опять же, то есть отбирать аналоги соответствующие, которые находятся либо в схожих районах, в схожих домах. То есть если это старый фонд, то мы должны брать аналоги из старого фонда, но который не признан аварийным. То есть фактически собственникам аварийного жилья не нужно рассчитывать на то, что им заплатят за развалившийся дом столько же, сколько сегодня стоит комната в новом фонде. Но купить площадь в схожем, старом фонде, но в удовлетворительном состоянии на выплаченные деньги можно. Пока что жильцы Нажданова-17 с этими условиями не согласны. Администрация города оформила иск в суд на принудительное расселение из опасного для жизни дома. Полина Жданова, Сергей Балуев, Анатолий Фукс. Новости. Чтобы уменьшить очереди в детские сады, в Барнауле под Ясли переоборудуют помещения в действующих детских садах. Всего в рамках тех задач, которые поставлены перед администрацией города на 2019 год, будет открыто еще около 550 мест. 350 из них для детей ясельного возраста. В существующих детских садах откроют новые группы. Также возвратят здания и помещения, которые раньше находились в системе дошкольного образования. На все меры предусмотрено 75 миллионов рублей. Из них более 20 миллионов выделены правительством Алтайского края. Остальные из городского бюджета. Во всех помещениях будут созданы современные условия в соответствии с санитарными нормами и правилами. Это касается внутренних помещений и игровых зон на прилегающей территории. Пока это все новости, а я передаю слово Елене Хорошавцевой, студии утреннего канала. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин